здравствуйте дмитрий рад с вами встретиться в городе рязани и начать разговор в рамках моего проекта 55 лет олимпийскому дзюдо а вы как не только участник олимпийских игр но и призер этого грандиозного мероприятия спортивного первый вопрос который меня очень интересует ну и многих любителей адептов дзюдо это что такое или как даже так продолжите пожалуйста дзюдо это дзюдо это не знаю для кого как жизнь, софия, любовь, хобби, глоток свежего воздуха в разные годы разные разные стадии были вы как так случилось что вы начали заниматься дзюдо это ваше личное было желание или кто-то посоветовал ну с ребятами пошёл я занимался плаванием занимался плаванием мне вообще какая-то физическая активность всегда нравилось чего то достигать человека я понимал . да я сейчас говорю что я понимал в самом деле раньше просто нравилась физическая активность занимался плаванием и сплавываем не состоялось И с ребятами пошел, начал заниматься самбо, и с самбо потом перешел в дзюдо. Ну и как-то я достаточно быстро почувствовал, что это так нравится. Мне нравилось и самбо, мне нравился коллектив, мне нравился тренер. А когда я увидел дзюдо, для меня это было просто фантастика. Это всего лишь был чемпионат области или первенство области. Для меня это было самбо белое кимоно, черный пояс. Невероятно было красиво, такая прямая стойка, красивая техника. Поэтому меня дзюдо на самом деле обораживало очень мало. Когда у вас появилась такая первая мысль о том, что вы хотите участвовать в Олимпийских играх? Или вообще стоял ли вопрос о том, что вы пришли заниматься для того, чтобы дойти до самого высокого уровня для спортсмена этой Олимпиады? Нет, конечно, не стоял. Это у нас, знаете, я помню, стандартный у нас пятница день борьбы. Да, еще бороться толком не умели, но уже вне борьбы участвовали. Приемов не знали, но вот иди, раз в день борьбы, значит, надо с кем-то надо бороться. И мы ездили, у нас был в университете был день борьбы, и мы, я помню, едем обратно. Да, и мне мальчишка говорит, мы с ним вместе тренировались, вводим зубки. Он мне говорит, ты хотя бы хочешь прыгать, хотя бы чемпионат Европы. Я думаю, это то чемпионат Европы, а проводят разы. Для меня, я вообще себе таких задач не ставил, у меня таких целей не было. Но то, что мне хотелось тренироваться, мы тренировались четыре раза в неделю, мне хотелось тренироваться каждый день, да, вот это было. А потом уже начались соревнования, началось участие в соревнованиях, мне хотелось занять призовое место сначала, потом мне хотелось стать чемпионом, Я, наверное, больше грезил, знаете, как войти в сборную команду Советского Союза, для нас это было вот нечто, да, это была мечта какая-то. Вот это была мечта, да. А дальше Олимпиада, это как-то само собой. Ну да, я понимал, что Олимпиада, мне тренер внушал, что Олимпиада это те же соревнования. Так что, что Олимпиада шла очень от области, ничем она не отличается, просто тут собралась вся область, а там соберется представители разных стран, вот и все. Поэтому для меня Олимпиада не была, не была каким-то, знаете, мечтой свечи. Ну, я понял, что это просто соревнования. А вот если бы, как вы думаете, если убрать из джудо соревновательный аспект, вам было бы интересно заниматься джудо? А сейчас да. Сейчас да, но когда... В то время, допустим, мы возьмем время то, когда вы только начали. И, допустим, сейчас вы скажете, как сейчас, насколько оно изменилось. Вот в то время, вот вы пришли, и вы знаете, что нет соревнований. Вам было интересно? А в какой степени нет соревнований? Так же, как в Айкидо? Нет боев вообще? Да. Нет, 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 нет. Именно соревнования. Я говорю про соревнования, где идет, ну, как бы, в полном понимании этого смысла. Состязание соревнований. Я не говорю о спаррингах. Я как-то сейчас вот не могу ответить за то, что было, там, сорок лет назад, да. Я скажу, что да, джудо, но вообще, как классная система физического воспитания, физического развития, да. Вовкости, приносливости, силы, тактического полопомышления, да. Все говорят о философии, но я, как бы, сходу даже не смогу сказать, что такое философия джудо, да. Это такое, ну, наверное, слишком объемное понятие. Да. Это вот как Дигара Кано, вот эти принципы, да, ну, это, в принципе, и христианские принципы в том числе, да. Как вот Лен Михайлович Андреев, да, те же самые принципы, да. Наверное, слишком такое объемное понятие. Ну, да, как система физического воспитания великолепна. Поэтому я думаю, что оно может, конечно же, существовать и без соревнований, и девочкам, и мальчикам было бы хорошо вот этим всем заниматься. Да. А как бы я раньше отнесся к этому, ну, наверное, хочется с кем-то так прямо добиться, померить свои силы. Какие вы можете выделить, ну, так, их может быть много, ну, давайте три, на ваш взгляд, самые такие важные качества человека, спортсмены, зудаисты, которые могут повлиять на то, что этот человек станет участником Олимпийских игр и призером, а может даже олимпийским чемпионом. Какими качествами должен обладать человек такой, спортсмен? Не знаю, ты знаешь, в свое время кто говорил-то этот теннисист, старший тренер Шамиль Тарпич. Я вам говорил, когда меня часто спрашивают, может ли ребенок стать классным теннисистом, я могу сразу сказать, кто не сможет, а кто сможет. Ну, я вот, честно говоря, никогда не угадывал олимпийских чемпионов. Вот из ребят я бы не мог сказать, что Ваня будет вот такой вот велик. Ну, вы не можете увидеть в этих ребят каких-то одни такие качества, которые могли бы быть схожими, то есть они все разнотипные. Нету какого-то соединения общего? Трудолюбие? Есть, есть. Трудолюбие не самое качество. Они бывают порой такие ребята, знаете, просто выдающиеся. Давид Халешвили, он как бы, он не был трудолюбивым, но он был на самом деле выдающим спортсменом. Был такой, как, если помните, Володя Пигуадзе. Он не то, что трудолюбивый, его там лови и на тренировку приводи, а его называли гением джида. Поэтому и какие-то бойцовские качества, однозначно, должны быть. Вот этим все отличаются, да. Если ты вышел на тайме, то прямо до последнего ты творишь чудеса, ты там проигрываешь, но последние секунды ты бросаешь, ты там, не знаю, какой-то там весь переломанный, но ты не можешь проиграть. Ты, в принципе, не готовился, потому что ты болел, но ты выходишь, что это есть у Вани, это есть у ребят все, которые применяют, были такие... Ну, вот как-то так, наверное. Есть такой девиз или, наверное, может быть, лозунг, может, девиз назвать «Победа любой ценой». «Победа любой ценой». «Победа любой ценой», то есть не имеет значения, что поставлено на кон для вас, но вам главное победить. Любая цена, то есть это вплоть, ну, не знаю, можно просматривать и вплоть до того, что вы выиграете, но это может быть фатально для вас. То есть победа любой ценой, то есть цена не имеет значения. Это для вас применимо или все-таки... Ну, это было применимо, если, знаете, как в том контексте... Я в контексте дзюдо говорю. Да-да-да, я понимаю. А может быть, и можно перенести к жизни. Если говорить в том контексте, что победа любой ценой, неважно, там, как она повлияет на мое здоровье, да, это да, это применимо. То есть там невероятных усилий, там, через травму, через... Не знаю, вот даже, ну, не знаю, какие-то партнеры слова не буду говорить, да. А так победа любой ценой через перешагнув там, через кого-то, кому-то может быть по голову, по... Ну, давайте возьмем вот в общем вот таком понимании. И тот, и тот... Каждый случай он... Хорошо, а если так, вы... Давайте так рассмотрим. Идет поединок, вы понимаете, что вы выигрываете, можете выиграть, но тогда вы нанесете, ну, очень сильный урон своему сопернику. Вы готовы... К так... Ничего, ничего. К такому. Или все-таки у вас есть какие-то... Не, ну, знаете, как, у меня, как бы, был такой случай, мне, как-то, ребят, ну... Типа смехи-смехи, кто-то рассказывал, да. Мне говорили, что если... Ну, там, как бы, выражение одного специалиста, он говорит, что... Вот, ты знаешь, у меня раньше были такие принципы, вот, два человека готовятся к Олимпиаде в одной весовой категории, да. Вот, раньше, по моим принципам, можно было сломать соперницу ногу где-то там, да, вот, в темной комнате, вот, в какой-то обстановке, да. И поехать на Олимпиаду. Да, ну, для меня однозначно это так вот, ну, ни в коем случае. Неприемлемо вообще, ну, никак. То есть, спортивные принципы, там... Не так, чтобы, не так, чтобы... Ну, полностью не поручим. Понятно, что там схватка есть схватка, схватка это сродни бою, это как... Как я смотрел, ну, на мире смотрел... На Олимпиаде смотрел в 2012 году, Бишев боролся с американцами, с стивенцами, да. То есть, там, меня вот сам, как бы, ну, я там даже с ребятами как-то поспорил, я говорю, ну, что это, это схватка за этот финал, это бой, да, и Бишев... У меня такое ощущение сложилось, я не знаю, как сам Олимпиаде представил, да. У меня такое ощущение сложилось, что он, как бы, он реально ударил Стивенца, да, он ударил Стивенца один раз, да, и не извинился, второй раз, и не извинился, да, и Стивенца как-то вот поник, да, он поник, и в моем понимании он целого сломил морально, но, в принципе, он ему не причинил, как бы, это вне правила, да, это, как бы, но это абсолютно, я думаю, что это норма, это норма, если ты борешься за этот финал, ты должен быть готов к этому, ты должен быть готов, как бы, пропустить удар и выстоять, да, и выстоять и морально, и физически, и поэтому я вот, в моем понимании, они не были один слабее другого, но Мишев вот так схватку построил, что он его просто, просто он его сломил и раздавил, вот у меня вот по схватке такое ощущение, что он его просто раздавил, понятно, наверное, как бы у каждого будет свое впечатление, и мне ребята говорили, да то что, это же спорт, это не бой, это, ну, это, это не бой, никто друг, никого не убил, да, и это было допустимо, это допустимо, да. То есть, в пределах допустимости, так можно сказать. Да, да. А что такое, мы начали вот наш разговор, что такое дзюдо, да, ваше предмет. А что такое олимпиада? Или олимпийские игры для вас? Да, те же соревнования. Ну, в принципе, вы об этом сказали уже, да, что это просто соревнования. То есть, ничего более. А почему же тогда они настолько, ну, ценны? Чем они тогда ценны, что все хотят попасть на олимпиаду, если это просто соревнования? Из-за того, что просто раз в четыре года проходит? Ну, да. Ну, проходит раз в четыре года, но мы как-то как политическое такое мероприятие, за них это всегда большие премиальные, всегда какой-то статус за этим следует, да, это всегда... Значит, все-таки это не просто соревнования? Ну, разная, знаете, как разная схватка, точнее, одни и те же спортсмены, борясь вот мы и здесь вот поборолись, да, никто не заметил, а приехали в том же составе и поборолись на трибунах, там, на трибунах сидит 15 тысяч человек, это будет немножко другое. Ну, по большому счету, я сейчас, как бы, ребята на олимпиаду ехали в Лондон, то же самое, как бы, Гамба так вот психологически готовил, ребят, это обычные соревнования. Я абсолютно согласен, это обычные соревнования, да, понятно, что это, это как бы вот, если ты и будешь, тебя подогревают там, потому что это олимпиада, это вообще предел твоих мечтаний, и ты будешь сам себя подогревать, и каждый будет со стороны как-то лезть и говорить, потому что мы в тебя такие ставки на тебя сделали, то, наверное, это просто выбить тебя из колеи, и ты кем-то будешь. На самой олимпиаде, а по факту, ну, чем отличается? Можно, как бы, если натянуть шнур 20 сантиметров отсюда туда, да, наверное, многие пройдут, да, на тени его между небоскребами, но никто даже пытаться не будет, поэтому по факту вот это одно и то же. Понятно шутка этого. Есть такой девиз в олимпийских играх «быстрее, выше, сильнее». Вы как этот девиз понимаете для себя? Я его, честно говоря, даже не рассматриваю. Я думаю, что это просто прямой перевод, а может быть смысл по нём заложен гораздо больше. Ну, там же пишутся «Cityus, Altius, Fortius», да? Да, ну, я и говорил, но лапы не может быть этот смысл, как-то немножко в русском языке я скажу, но как-то подробно, но… Как вы относитесь к тому, что сегодня, ну, вообще всегда было, но сегодня всё-таки, мне кажется, ещё больше политика и спорт, олимпиада и в том числе дзюдо очень мощно связаны друг с другом. Насколько это хорошо или плохо влияет на олимпиаду и на само дзюдо, допустим, или на сам спорт? Я имею в виду соединение с политикой, или вообще нужно ли это? Ну, это мне… Ребята, ребята задают вопрос. Ребята задают вопрос пока порой. Как тебе нравятся вот эти правила, да? Как тебе нравятся вот сейчас правила, какие лучше сейчас или которые были там 15 лет назад, которые были 30 лет назад, да? Я вот как-то, смотрите, адаптируясь к правилам. Ну, вот, а что делать, если нам такие правила дали? Ну, мы исходим из этих правил и, ну, принимаем, мы боремся. Чемпионы, получается, всё равно они одни и те же остаются. Ну, убрали, убрали ноги. Я смотрю, но думал, наверное, какой-то прямо произойдёт такие просто чудовищные изменения. Чемпионы произошло? Лидеры, всё равно они остаются лидерами. Он ищет способ, как выиграть. То, что он не бросал другим способом, кроме как за ноги, но на то он и лидер, что ему нужен такой способ выиграть. Поэтому я отношусь к этому как данный. Ну, что теперь сейчас? Сейчас хокот на дзюдо, да, очень большой такой. Но он есть. Ну и слава Богу сейчас. То есть это никак не портит спорт? И политика никак не влияет на чистоту спорта? Наверное, влияет. Как без политики. Политика – это часть жизни. Политика влияет. Чем экономический разум для страны, как-то легче. Наверное, заниматься спортом. Если ещё и государство помогает. Ну, это такой, знаете, философский вопрос. А вот если… Ну, я тут, в принципе, могу порасторгать. Хорошо. Белое или синее кимоно? Белое, конечно. А почему? Ну, это красиво. Белое – это цвет какой-то чистоты. Белое – это очень красиво. А вы можете сейчас, оглядываясь на прошлое, свое, да, сказать, что вам не хватило, чтобы стать олимпийским чемпионом? Да, наверное. Наверное, психологик. Наверное, понимание того, что ты, как бы, уверенность в себе. Бежать, меня… Ваня всегда в этом плане поражал. Он так… Ваня без теней, без теней какого-то сомнения он завёл. Я поеду на Олимпиаду и становлюсь чемпионом. Ему было 17 лет. И из него там, по большому счёту, там кто покрепче, такие ребята в его весовой категории, там могли его узол завязать. И я так… Не могу. Ваня даже не представляет, о чем он говорит. Ваня поехал и на чемпионате мира просто такой фурор навёл, а парня было. Всего… Двадцать… Двадцать один? Двадцать два года. Парня было двадцать два года, он просто… Там равных ему не было вообще. Поэтому, знаете, вот какая-то вера в себя, наверное, вот её как-то не хотела. Потому что я понимал, что сейчас, ну, потом уже, после Олимпиады, я понимал, это было прекрасно. Где-то неудачно подвёлся, но это мелочи, да. Где-то могло бы, конечно, вот не хватало, а мне очень жалко, что со мной не было тренера, тот, который меня вёл всегда, тот, который меня внушал вот такой вот… Оптимизм какой-то… Как вы мотивируете своих учеников? Помните, как-то на одном семинаре мы были и там задали вопрос по поводу мотивации. И вообще, как можно мотивировать ученика для того, чтобы он… Или мотивация не нужна для ученика? У меня мотивация очень важна, но…